Недавно показывала на канале, что купила себе такой биби крем от Гарнир. Он очень приятный, очень хороший, но цвет оказался даже самый светлый для меня. Темноват, желтоват и все думала, что делать, девочки. Нашла выход в том, что беру вот такой белый грим для клоунов и смешиваю эти два примерно один к одному. Поэтому, единственная загвоздка, я не знаю, насколько вреден или не вреден этот грим для кожи. Но приходится выкручиваться, либо пока лето не придется горю, либо найти какую-то другую альтернативу. Если кто-то знает из вас хорошие тональные крема для нормальной и сухой кожи в очень светлых томнах, то подскажите, пожалуйста, в комментариях. Вроде как большой выбор у Клоринс, но мне надо все-таки идти куда-то и тестировать на своей коже. В интернете не могу заказать. А я пока смешиваю вот так. Благо, что он очень легкий и они хорошо подошли друг к другу. С моим тональным от Диор такое не прокатывает, по крайней мере, не так хорошо. Вот с этой чеплашки я их смешиваю чуть-чуть, сколько мне надо на один раз. Потом кисточкой наношу на лицо, а потом распределяю губкой. Девчонки, я приехала в Будниковский. Тут при входе такая штука есть, где можно свою карточку сканировать. И вам каждый день, именно для вас, только для вас персонально, будут какие-то ангиботы, какие-то скидки. Сейчас попробую со своей карточкой. Вышел вот такой листочек со скидками разных фирм. На памперсы, я смотрю, есть. Надо будет присмотреться. Вот, в другой день будет что-то другое. Интересно сделали, да? Кемочки, на день рождения приходил вот такой вот крупон, подарочный шампунь. Шампунь душ два в одном. Решила выбрать взять. Ну, расщедрились, конечно. Они тут стоят один евро всего. Извините, что все трясется. Я после Будниковского бегу домой. Посмотрите, как выглядят дома в Германии, частные дома. Вот так мы себя всегда и представляли Германию. Но такое бывает больше на окраине. В центре города, конечно, такое не увидишь. Такие домики симпатяшки. Вот, и думаю, в таком районе хорошо жить среди немцев, когда они по соседству. У каждого свой полисадничек. Внутри садик. Ухоженное, все аккуратненькое. В хорошем состоянии. Ну, и давайте быстренько покажу, что я сегодня купила. Пришлось пакетик купить, потому что с собой не было. Я выбрала для Эмма шампунь, не шампунь, кто? Дох шампунь. Души он шампунь. Оранжевого цвета. Персиком должен пахнуть. Это нам подарочек от Будниковский. Купила себе деревянную ложку. Дальше увидела вот такие губки, подписанные ВЦ и БАД. Мне очень понравилась эта идея, потому что я как бы не только одна там все мою. И у меня все губки одинаковые. Ахмат всегда не знает, какая губка куда. Так что это очень круто. Взяла вот такую щетку. Это для нашей террасы. Скоро весна, уборка будет там, и все лето. У нее щетинки очень жесткие. Вот это именно для... Это не для дома, а вот именно для улицы, как сказать. Дальше взяла вот такие вот мешочки от Моли. У меня Моли нет. Это профилаксис. Это чтобы она не появилась тоже. 13 лет Германии, 13 лет вроде не было никакой у меня Моли. Ну, я вот время от времени этим пользуюсь, потому что знаю, что моль здесь бывает. Для Эммы купила две вот такие штучки. Во-первых, это Цауба Драха Шпрюдель Бат. Опять, значит, кусочек чего-то там бросаешь в воду, и он весь из себя шипит. Типа как дракон, что-то вроде этого. И вот такие глица-штифты с блеском. Она у меня давно просит. Она такие штучки любит. Думаю, ей понравится. Дальше взяла вот такие вот резиночки. Они для Эммы. Ее волосы с кудряшками очень трудно держат. Всякие разные резинки. А вот эти держат хорошо. Они портят волосы. Я об этом знаю. Поэтому я их не снимаю, а я их просто разрываю вместо того, чтобы снять и выкидываю. Они очень дешевые, тут их очень много, и поэтому мне не жалко. Вот так. Грозилось, что куплю себе опять вот такую маску для лица. Вот она вообще классная штука. Я рада. И купила себе помады две. Одна вот такая от Petswai. У меня кое-что есть. Из их косметики довольно приличные. А вот помады у меня еще не было. Вот такая симпатичная, очень летний такой цвет. Нежная такая, девичья. И думаю, очень увлажняющая. Но на губах я ее еще не пробовала. У меня на губах все это время другая помада. И вторая вот от L'Oreal. Тоже должна быть очень увлажняющая. Вот какая малютка. Я выбрала такой более-менее нейтральный цвет, нюдовый. Зараза, 12 евро стоила. Ну не дай бог она не будет хорошая. Хочу сегодня приготовить с Эммой радужные вафли. Я вообще нескольких людей спрашивала о хорошем рецепте вафли. Мне дают все один и тот же. И говорят, что он прилагался к вафельнице. Но такое у меня есть. Недостаток в нем заключается в том, что эти вафли вкусные только свежеприготовленные. Вот пока горяченькие сразу кушать. А часа два постоят, они уже какие-то не такие вкусные. Если кто-то из вас знает очень хороший рецепт вафли, которые вкусные. И потом, и на следующий день, может быть, то поделитесь, пожалуйста. Или где его взять. Вот. Мы будем делать радужные вафли впервые. Это мы перенимаем отношения. И мы просто разделим тесто на несколько частей и добавим красочки. У меня вот такие пищевые краски от Уилсон. Я ими делала торт на имя день рождения. В принципе, оказалась очень-очень довольна. Но мы такое будем делать крайне редко, потому что все-таки красители, даже если они пищевые, они вредные для деток. Синий было бы интересно. Красный было бы интересно. И зеленый, наверное, вот так. Так, может, еще какой-то один, чтобы Эмма порадовалась, возьмем фиолетовый. Тут даже черный есть. Но черные вафли я делать пока не хочу. Беру примерно по две зубочистки каждой краски. Цвета вроде ничего так приятненькие получаются. Стараюсь сильно не переусердствовать. И просто интересно, после жарки, как это все будет выглядеть. Наверное, чуть-чуть по-другому. И вкусные вафли. Вот такие получаются вафли. Похожи на попагаем кухонь, когда там тоже пятницы такие разноцветные. Надо обязательно посыпать сахарной пудрой, потому что тесто оно само по себе не очень сладкое. Что мне не очень нравится. Когда тесто не то что подгорает, но зажаривается очень, когда была бы коричневая хрустящая корочка. Получаются тоже коричневые цвета там нет. Но как-то это странно смотрится, не аппетитно, по-моему. А так сверху симпатичные. Я purp что-то Гор Продолжение следует...